В эфире программа «Новина региона» у студии Олена Мельщенко. Витаю вас сегодня в выпуске. Шкловский район у лидеров жнива на Могилёшине. У Александры делятся сокрытыми уборочной. Котелок. Полный патронов. Белорусско-российская вахта памяти принесла свои выники. Сменить место жихарства в отделе работы. Выники тыги переселения у нашем выпуску. У Могилёвской области 22 экипажа комбайнеру намолотили больше за тысячу тонн зерни, а вось водителю-тысячников у двоя больше – 40 шатыры. На ранницу 9-го жнивня, по информации областного комитета профсоюза работнику АПК, два водителя, які перевезли больше за 2000 тонн збожжевых. Причем, яны сярод молоди. Гэта Юрий Манкевич, загрокомбината ЗРА Могилёвского района, и Игорь Ярошоу, сельгазпродприемства Александрийская Шкловского района. У Аблсельгасхарши поведомили. На ранницу 9-го жнивня у в області убрана маль третья частка збожжевых – 29%. У лидерах жнива на Могилёвшине Шкловский район, де самая высокая урожайность збожжевых, сяродняя по районе – 54 центнер з гектара, а между тем, у открытым акционерным товарыства Александрийская урожайность збожжевых – 70 центнер з гектару. Як убирают хлеб у Александрии – наш репортаж. На полях Александрийская працуют 25 комбайнов и 17 автомобилев. Убирают за одним разом яровые и азимые культуры. Божж за чверть площадь уже убраны. По водле плана господарцы треба намолотить более за 30 тысяч тонн збожжа. Урожай прекрасный, поэтому строение соответствующее. Урожай и заработные платы – они же прямо в пропорциональной зависимости. Поэтому люди довольны. Уборка одна из тех пор, когда действительно представляется возможность заработать. Отказная пора для господарки Женеву. Разлики на добрый урожай Александрийским и ответ на зарубки дает культура землеробства и организация працы. У господарцы теперь есть тысячник. Это комбайнер Виктор Мельтов. Работа идет пока что хорошо. Урожай у долча хороший. Погода немного мешала, но теперь погода хорошая стала. Так что стараемся, работаем. Виктор працуе на Жневе 43-й раз у своем житти. От семаго класса. Калидо помогал на комбайну батьку. Вопытный механизатор, який мае шмат досягненью, але кожная новая уборка для его – великая падея. Няхае працевать доводится от 6 ранецы до 10 вечера. На жерновуборочном комбайне совсем по-другому чувствуешь себя. Убираешь хлеб. Все лет у Александрийским на комбайнах нема помощников. Это на первых связано с погодной затрымкой уборочной компании и теперь с непотребой одночасово выконовать шерых сельских работ. Нарыхтовать сенаж, рыхтовать хлебу до азимаха севу и инше. Усёх это робят люди, які отказно ставятся до своей працы. Их это самое важное для поспеху Жнева. По воде приспособимся, по технике, опять-таки, напрямую связано с добросовенностью обслуживающего персонала, ну и, соответственно, механизаторов. Поэтому только человеческий фактор. Залександры Илоны Ивановы, Миколай Соболев. Новины региона. А у открытым акционерным товарств «Рассвет» имя Орловского и Кировского района почали взведение сучасного молочно-товарного комплексу. Наши корреспонденты доведались, як применение нового конструктурного рашения у гэтым проекте дозволит знизить транспортные выдатки. Отходы ферм «Буйна Рогатых Жывел» основаны вид палева для биогазовой установки. У сельгазпредприемстве «Рассвет» имя Орловского поведомили. Зараз объект загружены на полную могутность. Але увоту эксплуатацию новой фермы дозволит знизить выдатки на поставку пирогною на биогазовый комплекс. Топливо для биогаза, это навоз, будет поставляться по насосам, а не возиться транспортом, что позволит, конечно же, сократить себестоимость электроэнергии производимой. А стоимость этого объекта? Это объект около 10 миллионов современными вот этими деньгами. И за чей счет? Здесь и собственные средства, и бюджетные средства будут вложены. Будоуники удокладнили, дах на молочно-товарном комплексе будет в выгляде прозрыстой круглой арки, а значит у помешканья будет больше денного светла. Производится уже засыпка котлована, смонтировали мы все колонны, ну и переходим к дальнейшему производству металлических конструкций, монтажа и монтажа стеновых панелей. Такой объект у меня впервые. Будоуничество сучасного молочно-товарного комплекса увядзется интенсивно. Литерально празмесяц тут почнут закладывать селосные траншеи. До конца года плануют сдать в первую очередь будовли и разместить больше за 300 коров. Или особо ли у Татьяны Сергеевичек, Александр Тарасов, Новины региона. Стала вядома имя еще одного солдата, який сгинул без весток в 1941 году. Это 21-годовый Иргаш Парпи из Узбекистана. Останки его еще 5 червонармейцев, так само 5 медальонов, нашли в поле Шаусского района. Тут начался другой этап белорусско-российской вахты памяти. На этом поле недавно убрали РАПС, и удельники гисторико-патриотичного клуба ВИКРУ разом со специализованным батальоном Министерства вороны Беларуси смогли приступить до раскопок. Котелок, полный патронов. Ремень. Котелок закопченный, значит уже в лесу сидели. Практически новый. На этом месте Каляверске-Самулки Чаусского района Пушаковики каждый год знаходят останки солдат. По документальных известках 27-28 липеня 1941 года тут с немецкими захопниками судыкнулись оборонцы Могилева, которые выходили из окружения. Бои и шли вельми жорсткие. Тысячи полторы их лежит, но удалось найти их на сегодня человек 400 только. То есть это все отголоски обороны Могилева после обороны, когда немцы полностью взяли в кольцо город. Те, кому удалось прорваться через внутреннее кольцо окружения, вышли вот на это внешнее. Это межгосударственная программа, поскольку между Нижегородской областью Российской Федерации и Республикой Беларусь подписана специальная программа развития сотрудничества и поисковое и патриотическое движение там прописано отдельным пунктом. По славу городу по Чаусам мы поднимали и уроженцев Башкирии, и Адыгеи, и армян, и Красноярского края, и белорусов. Беларуси досталось за 4 года оккупации особо. У этой яме знайдены останки 6 солдат, 4 винтовки, карабин, револьвер системы «Наган» и 5 медальонов. Стоп! Один медальон удалось прочитать. 1920 года народжения Иргаш Парпиев из Узбекистана. Долгий час после войны его шукал брат. Вахта памяти протягивается. Татьяна Сергеичек, Александр Тарасов. Новины региона. Работники у сферы медицины Игандли у всех профилей самая запотребована на рынку працы областного центра. Такую информацию огучивает Могилевское городское управление по праце, занятостей и социальной обороне. Есть сезонные работы в будовництве Игандли. Теперь на одного беспрацовного в Могилеве умовно приходится больше за одну вакансию. На 1 липень у центра занятостей находилось больше за 1700 беспрацовных. Это меньше, чем с початку этого года. Тым же, кто не может знайсти место по специальности в городе, працал отковаться у сельской мясцовости да помогает областное и городское управление по праце, занятостей и социальной обороне. Выник недавнего тыдню переселения, який ладил Могилевский центр занятостей. Семья Могилевчан, где с уискальником была женка, переехала в Шкловский район. Продприемство «Новоградишчинская детья» перпрацует женщина, забеспечила семью жилем. Так само переселенцам оказана материальная поддержка по мере девяти базовых величин. И еще одна семья с Могилева мог чем охотка сменить статус городжан на вязкоцов. У Могилевским центры занятостей поведомили, что год, две-три семьи городжан меняют место жихарства для работы и переезжают в сельскую мясцовость. И не обовязково у Могилевской области. Продприемство оформирует заявку на потребу у специалистов и накировывает в центры занятостей. Уся информация про вакансии собрана на державном портале службы занятостей и в самих центрах. Там граждане могут сами познайомиться с вакансиями, а далее звертаться по месту жихарства. Выдатный выник, коли же данные махчимости соискальников и работодавцев совпадают. Ориентываться в объектах Бабруйской крепости худка можно будет по информационным стенде. До речи, мэр Бабруйска Александр Студнио доручил отделу архитектуры и города-будовництва поудельничать у распроцовцы такого стенду. Плануется, что на имбуде показана уся необходная информация про помненьки часов войны с Наполеоном разом с подробязной картой. Человек повинен с легкостью ориентываться в шматликих будинках, отзначу старшиня Бабруйского гарвы Канкама. Продолжение следует...